Иаберит Сухарик. Под музыку костлявых виртуозов мы зачитаем вам сегодня сей рассказ про пели героиновой сосны. Где-то далеко-далеко в одной заоблачной марихуанно-героиновой стране обитал член, а может и какая-то другая часть организма, братство всемирной автономной кровати. О, уизма. Но это выражается нурным языком. Так-то тут, немного мягкий, свободно подвыпивший перевод всего наименования, а кликались его члена кровати при странном погонялом. Иаберит Сухарик. Говорят, когда долбодуб разносил лохов, ударников и прочих человекообразных, то в его котомку случайно попал кусочек чертова хлебушка. А в некоторых языках у различных народов буквы Х и Г звучат одинаково. Ну так вот, обнаружил как-то долбодуб в котомке нечто на буквицу Г. Не, это не то, что вы подумали. Своими, да нельзя извращенными мозгами прошелестели героиновые сосны. Расшевелил долбодуб свои дятловские мозги и озарился мыслью умную. Если Г, это то же, что и Х, то кусочек чертова хлебушка не что иное, как Сухарик. Так и родился на свет дьявольский чувак, Иаберит Сухарик. Кстати, Иаберит это что-то по типу национальности. Сия национальность, или говоря простым языком укуренных очкариков, порода людская. Произошла случайная очепятка в реке Киллерсона. Не, Сухарик никаким местом не родишь нашего Киллерсона голос заказом. Очепятки это штуки такие, в текстах часто встречаются. Так вот, Сей Сухарик, помимо Братства Кровати, был еще и основателем первой шишащей группы по-уизма, поющей на забытых инферносферальных укуренных языках. Был Сухарик, не маленький, не длинный. С причесоном на башке имени индийского племени ужасно тощий. Кости так и торчали в разные стороны. И была у парня любимая фразочка. Всем и всюду он заявлял, группа по-уизма. Я ее певец. Ну правильно, сам себя не обзавешь, никто и не вспомнит новый голос за кадром. То ли от своей худобы неземной, а ли по какой другой причине, любил Иаберитушка попивать чай без сахара. Правильно, береги здоровье с молодым, а живот готовит к голоду. Весело прошелестели героиновые сосны. Заниматься извращенным аскетизмом, которому даже даотские монахи и первые почитатели Наза Христа посовидовали бы. И, как все нормальные музыканты, травить воздух сигами. Готовил, если верить одному очень классному украинскому журнальчику, мухоморный суп. Да и вообще, смешивал все возможные, не особо съедобные грибы и прочие глюкогены. А как же иначе? Ведь именно таким способом он изучил все или почти все. Забытые инферносферальные обкуренные языки, укуренный голос за кадром. Сухарик, как и наш прежний знакомец вынос мозгов, любил покочевать по разным городам и странам. Молился неизвестным богам и тесно общался с посчитателями Стелла Марис. Ну, прям там приер современности. Одобрительно зашелестели героиновые кусты. Видимо, на сие общение повлияло его далекое красно-пентакльное детство и попутно бугоморачивал в собственных журналах, названия которых не разглашаются в связи с новой влеченностью нашего киллерсона плановыми языками. Играл сей паренек, так его Дельф обозвала, прокомментировали героиновые сосны. Нехилый паренек. Третий цикличный астральный крыс, 36 в ярную отроду, на целых 7 лет больше проживший, чем местный ов, а по мозгам, если отличается, то вправо, отозвались конопляновые кусты. Вполне приемлемую музыку. У нас в болоте местные мюзиканты подобное лобают. Вот и думай, то ли наш его во главе с мрачной-мрачной деградировать, то ли Сухарик реальный гений. Сие жужжащие вопли наш темный эльф одно время, десяток лет назад, добавил голос за кадром. Слушать любил, пока кому-то по ошибке не сбавлю. Но была у Сухарика одна жизненная залипуха. Путал наш и Аберитушка сказочников и графоманов, а также Айшма Дэваса товарищей и банковских потомков. Псих, наверное, обиженный вопль за кадром, черт знает кого. Но почему же? Не всем же известно, чем готичный от мистики, Last Day of Humanity, Simpho Black'a и солярно-лунарных мифосистем отличается. К тому же, ну где этому наивному кослевому пареньку знать, что графоманов за их графоманство не душат природно скрипами? Monster, come to here, I kill you. West Hand, Side Mind. В общем, непроизносимая шута на финском языке. А вот гений 14-го, 12-го, 0-8-го посвящается Галебу Мальцеву. Писала Лёля. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok